Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Бризыч. Я немножечко отсортировал еще наш мусор, и в принципе мы готовы лететь в одно из направлений. Либо чтоб нас шарахало током здесь, либо чтоб нас шарахало током тут. Мы в принципе подготовились, костюмчик у нас вроде бы как есть. Я думаю, это ни к чему негативному привести не должно. У нас там исследование обломков корабля, ну и посмотреть, что здесь, конечно же, очень сильно хочется. Хочется и колется, как говорится, да? На всяк пожарный пылесос оставлю. Так, сильно бьешься током. Энергетическое ядро. Необходимо обезвредить сначала ядро. Ути-пути колодете. Окей, мы с этим разберемся, но вроде, слушайте, вроде пока не бьет. Пока не бьет, это уже своего рода успех. Я думаю, что и пылесос нас, конечно же, бить не будет, но проверять, честно говоря, не очень хочется. Поэтому мы сейчас аккуратненько тут подлетим. Молодой человек, че, отдыхаем? Мы тут вообще-то трудимся. Удобное мыло. Неплохо. Мыло, которое невозможно уронить. В целом, на космических кораблях мелкие бытовые предметы часто к чему-то привязывают. Но мыло на веревке завоевало популярность везде, даже в местах с нормальной гравитацией. Ну, больше текстурно это похоже на брусок деревянный, чем на мыло. Ну ладно. Он сделал свой выбор. Никаких претензий к нему нет. Я б на его месте может поступил бы так же, если бы не было стечения приятных обстоятельств. Я кучу железа набрал и так до этого, и тут я тоже набираю железо. Я что? Я умничка. Так, забирай щуп. Сколько у нас осталось? 14. Маловато. Мы везде должны выжить максимум. Туда нам лететь 900. Тут почти везде током бьет, я прошу заметить, кстати. То, что здесь ядро, кстати, надо будет запомнить. Потому что с ядрами есть нюансы. Меня интересует, будет ли здесь где-то... Позалейте. Так, здесь еще куча пищевой каки. Ну, давайте еще сюда слетаем, ладно. Я не особо хотел лететь коровом пока что. Но, по-моему, там даже без особых манипуляций можно отключить дронов. Сейчас будем все экспериментальным путем узнавать. Абсолютно все. А снизу мы там были? А вот там снизу, помню. Турбины такого размера и такой конструкции ставились на старых космических станциях. Обнаружены множественные электромагнитные аномалии. А в данной местности возможны перебои в работе сложной техники. В связи с чем компания Брэзиус снимает в себя ответственность за поведение и работоспособность траунного скафандра. Хотя я сомневаюсь, что у меня могут возникнуть какие-то проблемы. Мы... Э... Лошадка. Лошадка. Лошадка, хорошо. У тебя проблем никаких нет, товарищ. Так, здесь заправляемся немножко кислородом и двигаем дальше. Опять же, нужно не забывать, что желательно не тратить свинечи почем зря. Поэтому мы их пока что по мере возможного будем экономить. Я не отрицаю возможность того, что мы их будем еще много находить и так далее и тому подобное. Но меня это мало интересует. Меня интересует, что происходит в данный момент. Так, тут ядра, по всей видимости, нет. Это что? Это хладогель? Или это тот самый майонез? Это одному богу известно. Здесь что-то взорвалось, вероятно. Так, обезвредим. Что это у нас такое? Все обезвредили. Схема эмигранаты. Конечно, давайте. Только что с ней не так? Скажем так, с ней определенно что-то не так. Но что именно, к сожалению, понять невозможно. Окей, с этим все ясно. Самое важное, что мы должны были, видимо, здесь забрать. Мы забрали, да? Значок пропал. Значок пропал. Так, двигаем дальше. И вот здесь, собственно, у нас разбросаны уже части. И вот эти вот зеленые лучи. Такие большие элиминаторы могли быть только в пятизвездочных отсеках лайнера. Богатым пассажирам, вероятно, красивый вид важнее безопасности. Я тебя понял, дружочек. Сейчас мы проверим, что здесь. Ой, здесь товарища что-то расквасило. Большое окно мы здесь можем взять. Просканировать себе на будущее. Давай. Большое окошко есть, но внутрь я попасть не могу, да? А, тут нет смысла внутрь попадать. Так, тут еще свечи есть. Сейчас мы их, кстати, и потратим, скорее всего, пока будем здесь шастать. Очень много радио разбросано. То есть нас игра по чуть-чуть подпитывает все-таки ресурсами. Что это было? Это говяжья банка. Есть шанс, что здесь еще будут гранулы. Так, окоисканье, успокойся. Что здесь будут гранулы, но у меня есть сомнения. Похожены хвостовые отсеки, где задекларированы грузовые трюмы для перевозки синтетической говядины, молока и растительной пищи. Навоз есть. Здесь может быть что-то полезное. Здесь уже есть кое-что полезное, друг мой. Но самое неприятное, что вон, видите, зеленый луч бьет. Вот там стоят турели. И, соответственно, к ним мы никак не подберемся. Но здесь мы можем пошастать. Вот, собственно, то, о чем я и мечтал. О том, чтобы помимо... Да, я только что видел здесь. О том, чтобы помимо того места, где мы нашли гранулы эти... Мы же синт навоза делали, да? Короче, нам в любом случае надо собрать 9 штук. Вот этого синт навоза. Если это даже не тот ресурс, а очень похоже на него, мы все равно остаемся в профиците. Так, добрый день. Здесь что? Боже я... Похожен на украшающий грузовой отсек с молочной продукцией. Для перевозки мотостов. Судя по сигналу, неподалеку находится антиастероидная турель. Я надеюсь, вы не слишком похожи на астероид, но рекомендуется не приближаться к орудиям. Данные турели могут атаковать крупный движущийся объект, даже не разбираясь, насколько ценный скафандр на этот объект один. Я тебя понял, друг. Сейчас мы сёрвнем немножко. Ну-ка, сюда мне дадут залететь? Откуда он меня увидел? По выращиванию говядины, но в декларации указаны лишь грузовые перевозки. Нет данных по проводимым исследованиям на лайнере без названия. Но, похоже, вместе с перевозкой пищи в этих отсеках занимались биологическими экспериментами. Биологические эксперименты над коровками, что ли? Я не могу понять, откуда турель меня увидела. Я вылетел сюда, там туреля нигде нет. Я чувствую, что меня наобманывают. Так, окей, здесь что? Здесь коровки, которым... Пока не будет откачан биоклей, это несъедобно. Боже, эти коровы, это просто... Просто что-то с чем-то. Важнейший орган для выработки молока. Биологи долго пытались упростить его строение и добавить кран, но в итоге просто скопировали принцип работы с живой коровой. Скопировали принцип работы с живой коровой, это мощно. Мясо здесь есть. Так, пока его не трогаем, потому что мы реально быстро разобьёмся. Да, здесь чистое мясо. И... Ну ладно, возьмём. Может нам стейк открылся? Ладно, убедили. Давайте сюда мясо ваше. Но банки я ваше брать не буду. С банок не похавать. Чувствую, сейчас придётся возврат оформлять. Бля, такой звук. Кого-то меня реально... Мясом дали леща. Так, окей, мяско пусть будет. Так, здесь мы проверяем, здесь тоже самое. Этот агрегат синтезирует биоклей из уцелевших резервуаров. Угу. Нам это как-то помогает. Сейчас я проверю. Абсолютно нет, никакого взаимодействия с ним нет. Так, садись на дырчик. Здесь ещё куча мяса летает. Ещё немножко мяса, ещё банки. В принципе, вроде тут всё. Так, пытаемся залететь сюда. Странное место, но может быть что-то полезное. Тут куча стекла. Тут летает куча стекла. И полезна она как раз-таки синтетическим навозом. Блях, а зря я, наверное, сюда на этом заехал, да? Нет, нормально. Так, что с тобой делать? Схема анализатора. Айда. Это может пригодиться, если грамотно провести калибровку. А забрать я его не смогу, да? То есть, что есть, то есть. Так, аккуратненько сдавай назад. Аккура... Хера, что он так быстро назад двигается? Реально, он назад, по-моему, быстрее разгоняется, чем вперёд. Так, ещё есть навозик. Сколько мы уже насобирали? Раз, два, три. На четыре крафта нам ещё один нужен минимум. Минимум один. Ещё раз проверю. Два, три, четыре, пять с половиной. Всё. Теперь нам точно хватит. Это у нас что, простите? Первые вижу скафандр для коровы. Обычно животных в открытом космосе не держат, даже синтетических. Хотя ваша курица вызывает вопросы. Наша курица не вызывает вопросы. Новое достижение пастух. Так, сейчас у нас кислород гэпнется. Давайте этого избежим. Сейчас мы вышли, по идее, в ноль. То есть, мы тут нашли. Две свечи, две свечи потратили. Так, вопрос по турелям. Сигнал турели. Осторожнее. Но они же по мне не могут стрельнуть, пока я за текстурой, правда ведь? Странно видеть здесь активное вооружение, учитывая низкую стоимость перевозимого молочного продукта. Так, он на меня прицелился. Ага. Короче, я так понимаю, что их здесь всего две, да? Или нет? Стали. Морки заблокированы. Снаружи эти замки можно вскрыть только специальным инструментом. Ну или как-то разломать. В чем вы точно мастер? Разломать это я, да. Это я профессион. Я понял. Они срабатывают чисто на то, что я рядом нахожусь. Заложить взрывчатку. Давайте узнаем, какая взрывчатка. Блях, они достаточно места. Заложить взрывчатку. Нужна именно взрывчатка. А, взрывчатка, это сколько там, несколько бомб коровьих, да? Короче, в любом случае двигаем назад. Возможно, этим кормили синтетических коров. Чем этим, простите? Так мы здесь пролетали. А, это другой отсек. Окей, фиг с ним. Что нас интересует? Нас интересует, в первую очередь, сделать, конечно же, бомбалайл. Во вторую очередь, нас интересует запустить все-таки тот движок. То есть, нам нужно сделать еще пять... Как они называются? Топлива. И вон туда слетать, запустить движок. Многого от нас не требуется. Можем это... Мы долетим или нет? Да, долетим. Еще я буду мучиться. Так, скоро надо заправлять наш транспорт. И самое удивительное, что мы почти не тратим инструменты. Это меня и радует, и огорчает одновременно. Потому что, если мы их не тратим, мы ничего не добываем, интересно. Но, с другой же стороны, если мы их не тратим, нам не придется их сейчас заново крафтить. Пока все предельно хорошо. Сейчас, в общем, быстренько залетаем. Перекрафчиваем. Блях, а наша база так одиноко смотрится. Я знаю, что не хватает на базе данной игры сделать ММО. И чтобы у всех было огромное количество баз тут расставлено. Чтобы был хаос. Так, подлетай. Стоп, у нас там сверху иллюминаторы. Скажите, что мне показалось. У нас здесь сверху ничего нет. Окей, показалось. Так, что мы можем оставить? Оставляем, естественно, железо. Мы это что-то перебрали даже с железом. Но мы это можем исправить. Так, снаряжение, инструмент. В нашем случае это анализатор грунта. Слава богу, нам его не придется исследовать. То есть, уже сэкономили ресурс. Так, говяжьи, давайте сделаем. Мы загрузили пять. То есть, нам еще пять нужно для того, чтобы запустить тот движок. Спирт у меня есть. Просто не хотелось бы замерзнуть. Тоже поймите меня, я человек. Мерзнуть не люблю. По поводу, кстати, консерв. Сейчас надо будет посчитать, хватит ли у нас на взрывчатку. Есть шанс, что не хватит. Есть небольшой шанс. Так, пять есть. По пище. Мясо. Сто голода гасит. Нигера себе. Мясо такие вещи. Но мы себя никогда не доводили до такого состояния, что нам прям... Сто голода надо загасить. С другой стороны, это самый простой крафт. Не надо совмещать никакие ресурсы. Слушай, а здесь соль со льдом. Мед с льдом. Питательная жизнь со льдом. То есть, нужно их находить, совмещать. А тут один нашел, один перекрафтил. Найс, чёрт. Еще и места меньше занимает. Что лично мне кажется вообще прекрасным. Но мы часть оставим. Нам столько не нужно. Так, мы оставляем. Нам одного хватит, я думаю. Мы всё равно должны сначала сожрать все эти пакеты свои. Потому что их у нас, как понимаете, многовато. Так, водичка у меня одна про запас есть. Топлевняк есть. Я хотел бы еще... Дай сюда. Заделать очищенный металл. Чтобы просто железо переработать. Чтобы оно меньше места чуть занимало. Хотя, бляха, нам этого не хватит. Раз, два, три, четыре. Вот теперь хватит. У нас еще там проволока просто валяется одна. Так, ресурс некомпозитный, обычный. Разобрались. Отлично. Значит, это мы оставляем, это оставляем. Хорошо. Где у нас складируется смола? Смолы, кстати, у нас не фонтан. Я прошу заметить. Это плохой сигнал. Но, в принципе, что есть, то есть. Так, четыре свечи. Стоп. Почему четыре? То есть я четыре нашел, а не две? Или я с собой брал четыре? Не имеет значения. Так, этот мы запустим и по взрывчатке. Уточните, пожалуйста, что за взрывчатка, что там происходит. Композитные ресурсы. А, кинотроны могу скрафтить. Оу. Так мы можем у себя этот, инфа, хрен поставить. Это будет полезным. Так, снаряжение, предметы. Вот. У нас есть говяжья граната. А, по-моему, рецептов взрывчатка нет, слава богу, есть. Две банки говядины, проволока, батарейка и электроника. По идее, запросто. Батарейка. Электроника. Две банки. Чё-то там не добрал. Я думал, что нужно сделать сначала гранаты, а потом из шести гранат сделать взрывчатку. Но нет. Всё гораздо-гораздо проще. Отлично. То есть у нас есть два предмета, которые нас сейчас резко продвинут по двум направлениям. Это кайф. Это чистый кайф. Кстати, у нас кровати нет. Я вот только сейчас себя поймал на высоту. Нам не на чем спать. В конце-то концов. Так, садись. Топливо есть. Да, у меня ещё с собой есть. Погнали сначала сюда. Тут работы на две минуты, как я понимаю. Если там не появится непредвиденных ситуаций, что в этой игре невозможно. Они тут постоянно появляются. Без нашего ведома. И у меня опять чешутся руки всё-таки взять ускоритель новый. И баллон. И ускоритель, и баллон хочу. Всё хочу. Ручки чухаются, не дай бог. Так, сразу влетаем, сразу загружаем. И пытаемся сразу запустить, чтобы лишний раз не замерзать. И, соответственно, спиртяку не тратить. Если я не ошибаюсь, спиртяка крафтится, но не хотелось бы её тратить. Сами понимаете. Так, давай дырчик. Не подведи. Рон-дон-дон. Тон-то-рон-дон-тон-тон. Так, начинаем чуть подмерзать. Разворачивайся сразу в нужном направлении. На всяк пожарный. Подлетай. Загружаем. Гранулы загружены. Использовать систему контроля. Твою мать, он улетел с огромным куском. Что, простите? Понизили радиацию, да. Почти попали. Вероятно, можно проигнорировать данное лёгкое планение кладогеля от курса и считать, что активность ядра частично понижена. Можем считать, да. Так будет лучше для всех. Мы почти попали. Это очень чёткое описание происходящее. Я больше удивился с того, что движок захватил с собой огромный кусок кладогеля. Ну да ладно. Видимо, так надо было. Я больше боялся, что он сюда сейчас полетит и вот это рванёт. Это было бы куда неприятнее. Но нет, пронесло. Он где-то там внизу летел по своим делам. Мы не задаёмся вопросами, так сказать. У матросов нет вопросов. Окей. Я, кстати, не отметил эту метку, да? Сейчас я внутрь корабля залезу этого. Надо эту меточку отметить как наличие кислорода. Очень важно. Очень важно понимать, где ты можешь подзаправиться. Я понимаю, что мы, в принципе, на том этапе, когда кислород уже... Ну, не то чтобы прям не важен. Он скорее просто имеет уже чуть-чуть меньшее значение, чем ранее. Но всё равно. Всё равно мы будем этим пользоваться. Кусок корабля это потом и посмотрим. Извращенца мы так и не забрали. Нас интересует сейчас молочный отсек. Что такое? А это у меня по инерции-то не бывает. Так, садись. Опять влетаем в лопасти. Давай в самую широкую зону лопастей. Оп, оп. Оп, красавчик. Чтобы лишний раз не тараниться, голову не ломать. Сейчас попробуем рвануть. Наша задача сразу же забрать пылесос. Либо подлетать без пылесоса. Потому что если мы не успеем сбежать до взрыва, я не хочу потерять пылесос. Потому что я охерю потом пешкодрала на своих пердежах туда-сюда передвигаться. Давайте я пылесос здесь оставлю. Ничего личного. Пылесос, я за тебя переживаю. Так, сейчас будет опять сигнал. Самая беда в том, что я не уверен, что их тут две всего. Турели. Пять. Три. Два. Один. Что, простите? Нет, подождите. Я лучше без транспорта подлечу, но вдруг оно все рванет все-таки. Что же произошло? Оно потемнело. Взорванный механи... Пляха, не говорите, что у меня все четыре надо рвануть. Или сколько их здесь? Твою мать! Твою мать! Ну не могло быть все так просто, естественно, да? Твою же мать. Хватит ли нам на четыре? Я думаю, да. Если я сейчас соберу банки, которые здесь еще были, я не уверен, что у меня дома есть шесть банок. Все остальное вроде бы должно быть, а вот за банки я совершенно не уверен. Поэтому аккуратненько подлетаем, чекаем лицом. Так, вижу саму жижу. Жижа нам не нужна. По идее, возле коров там целая куча... А, это еще одно радио. Активная цюрель. Вот, две банки, пожалуйста. Не отходя от кассы. Так, свечу одну, наверное, придется съесть. Не то, чтобы я сильно этого хотел. Скорее вынуждают обстоятельства. Так, ну две банки у нас точно, думаю, есть. Бляха. Нам не хватает общего подсчета ресурса, который у нас есть в наличии. Это бы упростило жизнь в разы. Мужик, а у тебя что? Внимание, контрабандист. Несмотря на требования главпитнадзора об использовании только синтетической мясной продукции, в составе указано натуральное мясо, но не написано, чье. Анализ лучше не проводить. Лучше не проводить, действительно. Я не хочу знать, чье мясо. Бесполезная посуда в космосе. Возможно, даже самодельно. Бляха, у всех были эти посудины, бляха, с этой крышечкой с пробкой. Ой, какой ужас. Вопс. Не этого я хотел. Так, у вас баночка еще будет? На всяк пожарный будет баночка. Стоемба. Куда она делась? Я думаю, можем двигать назад. Фишка в чем? Придется сейчас еще три скрафтить. И тогда сможем рвануть отсеки все. Точнее, все затворы. Есть шанс. Небольшой. Масенький. Что там еще какая-то хрень понадобится, и нам опять надо будет лететь домой. Но я думаю, мы к этому будем готовы. Так, давай чуточку быстрее, пожалуйста. Пять, четыре, три, два. Нормально, 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 нормально. По-хорошему надо бы здоровья, кстати, приподнять. Че-че-че, че-че, задыхай, спокух. Все нормально. Здоровье надо приподнять, потому что есть шансы, что мы либо попадем на дронов, либо на какую-то враждебную хрень, и нас покоцают, и мы умрем. А этого не хочется, как вы понимаете. Поэтому чем у нас больше будет изначальный запас хп, тем у нас уже будет высший шанс выжить. Так, садись. Сколько уже? 67, можно заправлять. Можно заправлять. Сейчас я слетаю, заберу, короче, прилечу сюда же. Так, дрондулет заправили, кислородом заправились, три бомбы с собой, погнали, как говорится. По идее, как я понял, в любом случае, оно не взрывается. То есть сама бомба не взрывается, происходит скорее пук, который, по идее, даже не нанесет нам вреда. Но, как вы понимаете, проверять не особо хочется, поэтому я все равно буду отлетать, что вжаренный оттуда, чтоб лишний раз, не дай бог, не получать люля. Если такая опция даже появится. Но можем подлететь мы гораздо ближе, чем в прошлый раз. Бдю, как никогда. Главное, чтоб снизу турели не было, сверху вообще по бубну. Так, закладывай. Четыре, три, два, один. Вот весь взрыв. Чтоб вы понимали, чего мы опасались. Это вот этого небольшого пука. Я сразу сверху закладываю еще. Рвануло. И... Так. И что ты мне скажешь? Рычаг экстренной разгрузки. Теперь нужно найти входной шлюз. О май гад. Это что за херня? Хотя что-то это не похоже на молоко. Даже на пакет. Это жопа. Это мутанты. Э. Мутантов просканировано. Давайте еще одного мутанта. Сканирование дает результатов. Такого существа нет ни в одной базе данных. Но температура внутри капсул позволяет предположить, что в них также присутствует охлаждающий гель, который нам нужен. Какой ужас. Чужие в виде коров с выменем на голове. Это ли не успех? Скажите мне, пожалуйста. Турель. Турель я помню, не переживаю. Так, вот у нас залетик есть. Еще у нас здесь. Подышать можно? Это точно не грузовой отсек, несмотря на свой внешний вид и отметку в декларации лайнера. Кто-то хотел скрыть наличие данных помещений. Кто-то и скрыл наличие данных помещений. О, здесь есть кислород. Супер. Причем здесь вот эти вот намекающие, перетекающие жижи. Молодой человек, с вами все в порядке? Скорее нет, да? А, я же электрик. Я. Но это мне никак здесь не помогает. Что-что-что? А ну-ка. Я чисто один проводок обезвредил. А здесь, может, что-то еще есть? Нет, просто компуктер бьет током. Причем во все стороны я его никак не могу обезвредить. Окей. Фу, гадость какая. Так, еще перекус есть, но пока не надо. Это не твоя только что погибнуть в огромная турбина. Пытаюсь ее запустить. Нет, похоже, не твоя. Я очень радоваться. Ок. Так, шахта. Вверх у нас глухо. Тут я все еще дышу. Это хорошо. Здесь есть и вверх, и вниз нет. Здрасте. Лаборатория с самым передовым оборудованием. У частных лиц нет доступа к таким технологиям. Что-то разорвало его изнутри. Так. Не надо мне, пожалуйста, повторять сюжет чужого. Робот Матуев. Схватить. Ударить. Робот-уборщик. Схватить. Ударить. Скорее всего, мы с ним что-то можем поиметь в плане ресурсов. Давайте проверим на будущее. Хотя, ломать не строить, но проверить надо. Э! Я с ним вообще ничего не получил. Окей, бог вам судя. Так, здесь что? Здесь немножко металла. Даже мусорные корзины бывают элитными. Но это не одна из них. Не элитная мусорная корзина. У меня, по-моему, больше сканера нет, да? Ёп-парас, это я зря. Это я, конечно, зря. Так, метальчик забирай. Топливо. Найс. Резина пока не корит, но, скорее всего, скоро понадобится. Там вообще дверь открывается? Понял. Подожди тогда. Так, какие-то книпочки. Ещё жратва. Ещё один разорванный товарищ. Похоже на блоки данных. Подключите меня к одному из них, а я попробую выяснить, если в капсулах охлаждающий гель. Давай. Интересно. Никакого контура с охлаждением нет, а значит гель может присутствовать только в самом растворе, залитом в капсулы. Полный состав раствора зашифрован, но мы можем откачать его через пункт управления и провести анализ вручную. Угу. Ещё и мы будем заниматься анализом. Ты серьёзно? Фех. Опять эта жижа? Здесь подробно рассматривается мутированная ДНК куриц. Что? То есть коров вам было мало? Вы решили ещё провести мутацию куриц? Данные по некому биологическому эксперименту класса А. Откуда понятно, что у коров с курицами есть гет? И что кто-то крайне мало знает о биологии с генетикой. Замечательное исследование. Просто восхитительно. Мне нравится насколько... Подробный план транспортного отсека. Транспортный отсек? У меня нет сканера! Твою мать! А тут сканер у вас ни где не завалялся случаем. Были уже прецеденты? Так. Спонсировал лабораторию очень хорошо. Вероятно, хотя без некоторых уточняющих деталей, этот отчёт довольно трудно разобрать. Выручка лайнера с продажи билетов. 10 тысяч. Государственная дотация. 14. Выручка похоронного агентства. Выручка от реализации. Анонимные пожертвования. 11. Найс. Так. Не... Неохотные может пожертвовать. Но дальше идут все зачёркнутые, в которых основные суммы. Прошу заметить. Так, а здесь что? Можете окрутонуть? О, отлично. Ещё чуть-чуть крутонись. Чутка. Во-во-во. Так. Расход средств. Куриные яйца. Коробки с 10 упаковками по 9 штук. 100 тысяч. Острые куриные гребешки. Ведро по 20 штук. 6. Какой ужас. Так. Окей. Здесь ничего, я так понимаю, больше. К очень большому сожалению, я здесь не вижу сканера. Зелёный цвет отлично успокаивает нервную систему, снимает напряжение и нормализует давление. Хотя и не во всех случаях. Понимаем. Так, отчёт доктора Р. Рипли. Я не могла не обратить внимание на феноменальные выживаемые субъекты 14А. А, как уже говорилось выше, самым сложным стало даже не выращивание опытных образцов, а их утилизация. Объект 14А аналогичной особи из той же контрольной группы регенерировали даже с отсечённой головой. При этом регенерация протекала стремительно. Вызванные при этом мутации зачастую меняли их первоначальный облик до неузнаваемости. Клетки попросту не знали конечной формы своего носителя и плодили невероятные биомассивы, не приспособленные к самостоятельной жизни. Мы старались предотвратить бесконтрольное деление физически, химически и даже на уровне ДНК. Но куриный ген всегда находил лосейку. Исследования доктора Байка, проводимые совместно с группой Долмачёва, помогли нам раскрыть некоторые детали этих регенерированных способностей по чему-то там. Окей. Эксперименты у вас тут интересные. Я бы поучаствовал. Нам сюда однозначно нужен сканер. Здесь минимум лампа. Максимум. Что мы тут нашли? А, сканер... Транспортный отсек, короче. И всё пока что, да? Окей, давайте наверх ещё поднимемся. В любом случае сюда возвращаться ещё. Так, сверху нам ещё свечи дают. Я ж только за. И водичку давайте. Судя по схеме, это не только основной пункт управления, но и штурвал. Данный отсек является космическим челноком, но при таких повреждениях он вряд ли способен летать. Отсек является космическим челноком. Самое распространённое применение для настольного аквариума в космосе. Судя по статистике, каждый второй опрошенный мужчина скучает по нормальному туалету и возможности увидеть размер полученного продукта. Серьёзно. Лучшее использование, не поспоришь. Но мы его тоже должны будем просканировать. Рано или поздно. Так, тут документы нам не дают читануть. Так, здесь ещё резина валяется. По документам всё. Ну давайте. Консоль используем. Твою мать. Твою мать. Что-то не то. Предлагаю не обращать внимания на происходящее. Если образцы попадут на планету и выживут, политики потом сами разберутся и придумают какую-нибудь байку про сверхразумную расу, создавшую этих тварей для уничтожения человечества. Жмите зелёную. Как я думал, в капсулах был не весь раствор. Началась откачка из резервных баков. Так, отлично. Пусть мы и сделали очень большую каку, вероятнее всего. Но при этом мы получили откачку. Нам нужно изучить раствор. Так, изучить. Давай. Охлаждающего геля здесь нет. Но зато раствор содержит в себе егид калия, цистамин, антонцитрон и некоторые нестандартные примеси. Теоретически это может стать прекрасным антирадиационным средством защиты. Просто поместите раствор в инсулиновую ячейку скафандра, а я рассчитаю дозировку, чтобы вы не превратились в овощ или корову-мутанта. Защита от радиации повышена. И даже не пришлось ничего запускать в ядро, рискуя спровоцировать неконтролируемую реакцию расширения материи. Хотя подобную лабораторию как раз стоило бы запустить вместе со всеми данными по этим опасным исследованиям. Я тебя прекрасно, друг, понимаю. Короче, ситуация какая. Нам в любом случае надо лететь сейчас домой, крафтить еще наши обожаемые... Туда выход? Туда. Скрафтить еще сканеры, прийти сюда все сканировать по полной. Это урок нам, что сканеры нужно всегда с собой носить, иначе будет кака. Вот. И двигаться дальше. Мы второе понижение произвели. У нас есть костюм, что меня несомненно радует. У нас повысилась защита от радиации. Нас теперь здесь не убьет, во всяком случае. Но при этом все, мы выпустили огромное количество коровьих чужих. Куда-то в сторону как раз нашей спасательной операции. Бывает такое, ничего страшного. Хорошо, ребятки, пока что мы сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео на и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Пока-пока.